добрый день дорогие друзья меня зовут Калугина Анна я занимаюсь флоксами я занимаюсь флоксами уже более 20 лет и за это время я вывела более 100 сортов и сегодняшнее видео я с большим удовольствием хочу посвятить именно этим цветам флоксам видео называется так топ 10 зарубежных сортов флоксов почему сегодня я хочу рассказать про зарубежные потому что сейчас во многих магазинах больших можно увидеть в продаже в красивых упаковках иностранные флоксы у меня уже большой опыт по выращиванию иностранных флоксов и мне хотелось бы поделиться с вами теми сортами которые на мой взгляд наиболее красивые наиболее хорошо себя показывают в наших садах и я покажу свои фотографии немножечко расскажу про каждый сорт а начну я с флокса blue evening он выведен питом удульфе в 1995 году размер цветка средний 3,8 сантиметра куст высокий 135 сантиметров а срок цветения у него ранний днем этот флокс выглядит сиреневым таким светло-сиреневым а к вечеру он становится очень красиво светло-голубого цвета это флокс относится группе синеющих флоксов и в каждом саду найдет хорошее место для себя следующий флокс еще лучше чем прежний если первый у нас был голубой то этот уже синий называется он blue paradise я думаю что многие из вас знают этот флокс и может быть даже он растет в ваших садах blue paradise как и предыдущий флокс выведен питом удульфом в 1995 году размер цветка у него 4 сантиметра высота 90 сантиметров а срок цветения средний мне кажется что он самый синий из всех известных мне флоксов у него хорошие соцветия средних размеров достаточно крепкие стебли куст нарядный и гармоничный всегда смотреть на него большая радость а днем куст выглядит сиреневатым даже когда на него светит солнце можно сказать сиреневато чуть-чуть розоватым как будто этот цвет сиреневатый теплый но как только собираются сумерки и либо пасмурная погода то этот цвет сразу же начинает меняться на более холодный и постепенно становится синим прямо вот синим синим заходишь вечером в сад и недоумеваешь тоже это у тебя там такое красивое синее расцвело следующий флокс один из старейших среди иностранной селекции но не прямо вот старейших но ему уже 90 лет флокс называется веншин деншин выведен он карлом фостером 1931 году размер цветка три с половиной четыре сантиметра высота куста средняя 80 сантиметров срок цветения тоже средний он очень красивый очень яркий и очень контрастный пурпурно-фиолетовый с белым лучистым центром соцветие округло-коническое среднего размера и плотности сам по себе куст прочный компактный нарастает очень хорошо и в любом саду привлекает к себе внимание следующий флокс один из тех которые считаются эталонными тоже он уже такой прям старенький старенький муж даже больше 100 лет флокс называется викинг выведен он гусом и кинеманом в 1914 году размер цветка 3,7 сантиметров высота куста 60 срок цветения средний флокс этот розовый с очень маленьким малиновым колечком иногда это колечко даже практически незаметно лепестки волнистые цветок выпуклый но что самое интересное что соцветия очень красивые цветков много и оно выглядит иногда немного даже кудрявым флокс очень запоминающийся и мне кажется что он уже тоже давно растет в наших садах следующий флокс который можно встретить в супермаркетах и больших садовых магазинах и центрах это флокс называется граф цепелин выведен фицером в 1918 году размер цветка 3,7 сантиметров высота 100 сантиметров достаточно высокий флокс срок цветения средне поздний он белый с малиновым глазком у него достаточно большое красивое соцветие он конечно же привлекает свое внимание к себе внимание тем что он такой контрастный что он сам по себе белый но имеет такое малинового пурпурное колечко в центре конечно он и хорош хорошие зимостойкие устойчивый и замечательно подходит для любых посадок в любом саду следующий флокс называется долила и почему я его включила в этот список потому что он один из самых темных флоксов единственные маленькие такой минусик у него не очень крупные цветы размер цветка 3,1 сантиметра высота куста не очень высокая тоже 50-60 сантиметров а срок цветения средний а выведен он в 2000 в 2005 году цветки некрупные лилово-фиолетовые соцветия конической формы разрастается быстро и не выгорает но его можно сажать и на солнце и в полутени в полутени он будет еще более темным смотреться на солнце он будет немного более фиолетово теплого оттенка как будто с маленьким добавлением малинового оттенка а естественно я не могу пройти мимо флокса дарвинс джойс это флокс с пестрыми листьями его листья зеленые с белым краем а размер цветка 3,2 сантиметра высота 80 срок цветения у него поздний или средне поздний в общем можно сказать что соцветие у него не так интересно как его листва такая контрастная но с другой стороны любители светлых флоксов всегда отмечают что этот флокс имеет не очень крупные но зато многочисленные цветки бело-розовые с большим центром соцветия хорошие у него плотные большие ну как я уже говорила самое главное в этом флоксе его вариегатные пестрые листва разрастается он хорошо в условиях его подмосковья чувствуется замечательно каждый год разрастается и цветет продолжительно следующий флокс который стал любимчиком для многих за последнее время это флокс клеопатра это флокс который вообще не похож ни на какой другой такого второго еще никто не изобрел не селекционировал ничего такого другого не сделал размер цветка 3,7-4 сантиметра высота куста 60-80 срок цветения средний но что самое интересное даже не то что его окраска розово-красно-оранжеватая а и не цветок звездчатой формы а в то что в середине каждого лепестка у него есть два наросших дополнительных лепестка как будто бы они видоизмененные немного более меньшего размера у него очень хорошее соцветие плотное кругло-коническое хорошо размножается очень оригинальные красивые это так сказать для любителей для коллекционеров но вместе с тем благодаря его красивому тону он может подойти и в любом саду в таком где он будет где-то сидеть поодаль от мест прогулок например или беседок и просто будет радовать своим красивым цветом ну а для тех кто любит засунуть свой нос прямо в соцвете рассмотреть каждую деталь этот флокс будет прямо находкой и игрушкой следующий флокс flame light blue один из моих тоже любимчиков размер цветка 354 сантиметра он невысокий около 50 сантиметров срок цветения средний белый с сиреневым оттенком и с яркими фиолетовыми мазками узела я его называю так в домашнем обиходе флокс реснички и все сразу понимают о чем речь он очень красивый у него плотные соцветия куст крепкий устойчивый назначение универсальное поскольку он невысокий его очень хорошо сажать на передний край цветника бордюрах следующий флокс который меня уже в саду радует лет 15 называется мари выведен вершхором 2001 году размер цветка 3,5 высота 50-60 срок цветения средний он очень яркий красно-малиновый красивый абсолютно не выгорает не требует никакой подвязки имеет красивые соцветия округло-конической формы добавит яркости абсолютно в любом уголке в любом саду флокс замечательно мне очень нравится когда его сажают вдоль дорожек это выглядит просто изумительно следующим идет флокс старс энд страйпс тоже мой любимчик про которого я всегда вспоминаю люблю про него рассказывать выведен вершхором 2011 году размер цветка у него 4 сантиметра высота куста 70-80 сантиметров срок цветения средний у него цветки удивительные ярко-оранжевато карминового цвета с большой карминой размытой звездой в центре и светло-розовым серебристым широким густым напылением по полю лепестков я думаю что когда это выслушаешь сразу не поймешь вообще о чем идет речь конечно нужно его увидеть в двух словах если говорить наверное он какой-то возможно родственник нашего флокса уральские сказы но по мне так он как бы улучшенный вариант этого флокса он вообще очень нарядный он замечательно смотрится в компании с малиновыми флоксами за счет того что у него центр такой ярко-красно насыщенный малиновый он вот если их сажать этот флокс и какой-то малиновый к примеру там старс старфайр или мари они в группе вот так вот вдвоем будут замечательно обалденно смотреться конечно он хорошо и быстро разрастается имеет крупные соцветия ну и один из лучших флоксов как я считаю в иностранной селекции следующий флокс твистер выведен вершхорум в 2010 году размер цветка 3639 высота куста 60-70 срок цветения средний чем он хорош тем что у него чисто белые цветы с красно-розовой полосой в виде язычка пламени он тоже такой один в своем роде нет такого другого у которого на поле лепестка идет вот такая полосочка как язычок соцветия у него плотные куст компактный сильный хорошо разрастается и хорошо выглядит особо в подвязке не нуждается он тоже замечательно смотрится если его сажать в бордюре например вместе со флоксом мари следующий флокс называется tequila sunrise этот флокс выведен вершхорум в 2008 году размер цветка 3,6-4 сантиметра высота куста 80-95 срок цветения средний он алый с оранжеватым отливом очень яркий с более темным карминным центром соцветия у него плотные округлые стебли коричневатые крепкие что тоже добавляет ему изыска потому что далеко не у каждого флокса имеются темные стебли этот флокс очень яркий и очень нарядный а в саду замечательно смотрится если его сажать с синеющими флоксами например с блю парадайз или блю ивлинг я заканчиваю свой рассказ и как и в прошлый раз хостами я не смогла удержаться и в топ 10 флоксов засунул 13 никак у меня не получается потому что начинаешь список когда составлять всегда получается что хочется еще добавить хочется еще этот жалко вычеркивать и этот жалко в общем в моем топ 10 наверное умещалось бы 100 флоксов если бы это все зависело от меня надеюсь что это видео было для вас интересно своевременно из вот этого моего списка которые я перечисляла те флоксы которые более старой селекции вот которым там почти по 100 лет их конечно не найти в магазинных красивых упаковках ну а те которые более современные вполне можно найти но приглядывайтесь какой именно сорт вы выбираете всем спасибо за внимание более подробно про флоксы и хоста вы можете посмотреть на нашем канале сад флоксов ну а сегодня всем спасибо до новых встреч